Что-то может быть тебе интересно узнать человека, допустим, меня непосвященного? То есть, я реально три дня назад узнала про эту историю, какие-то свои же впечатления или что-то интересное было? Я как раз и думаю, это и будет самое интересное. Собственно, первое впечатление человек посмотрел, никогда этим не касался, и вот что на него, собственно, нахуй было после. То есть, мы увидели в фильме, как кот, девушка проходит через новое введение, а как бы человек, который смотрит, получается, уходит за полтора часа. Ну, как-то так. Добрый вечер всем! Сергей Махров, как и не то чтобы обещал, но была такая, в общем, версия, что будет попытка интервью. Профессиональная аппаратура, к сожалению, не состоялась, так что пишем на то, что есть. Но я думаю, что содержание будет интереснее. То есть, у нас не такое большое значение имеет там качество, как то, что мы будем говорить, информация. Я в гостях, там у друзей, друзей, друзей. И, собственно, еще там расширил круг друзей. Вот. И один из друзей, 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 собственно, будет у меня сегодня брать такое типа интервью. Ну, мы будем это как в качестве взаимной беседы делать. Анна. Вот. Я в данной ситуации выступаю как Сергей Махров, как переводчик и знающий кое-что экстра про фильм, который мы сейчас будем обсуждать. Ну, фильм и тему. А фильм, собственно, тот самый «Красная таблетка». Так получилось, что я… Случайно выяснилось, что я приехал там к друзьям, которым уже не видел там 10 лет. И оказалось, что они вообще не в теме. Ни что такое мужское движение, ни что такое… Я уже молчу там про всяких «Уорона Фаррелла». Вообще ни о чем. И они даже не слышали и не видели фильм «Красная таблетка». Я, как мог, прорекламировал. Сказал, что это вещь, которую стоит посмотреть. А мы потратили на это время и посмотрели. Ну, там, мы посмотрели отдельно. А там, друзья-другие посмотрели отдельно. И поскольку среди нас есть там женщины, девушки, то вот возникло желание там… Даже не желание сейчас. Я так понимаю, что на человека нахлынули первые сильные впечатления. Потому что люди были вообще не в теме от слова совсем. И мы сейчас попробуем, собственно, поговорить на тему вот этого самого нашего фильма. И то, чему он посвящен. Вот теперь слово Ане. Угу. Всем привет. Я Аня. Да, и действительно, в данную тему я не была посвящена. Для меня, в принципе, тема оказалась очень интересной и специфичной. Которая, в принципе, повлияла и на изменение моего представления о своем отношении к мужчинам и жизни. Но мы об этом поговорим. Вот. Так же я хотела бы со своей стороны иметь возможность познакомить с этим фильмом, с этой темой женщин моего округа. Моих подруг, сестру, маму. Ну, скажем, женщин, да, в моей жизни. Поэтому для того, чтобы познакомить, мне хотелось бы, чтобы ты немножко рассказал о себе. представился, чтобы девчонкам было понятней, женщинам было понятней, кто ты, как ты и почему занимаешься этой темой. Расскажи, пожалуйста. Хорошо. Тут, конечно, можно много рассказывать. Но я попробую сейчас вкратце то, что касается конкретно нашего сегодняшнего захода. Мое, так сказать, сценическое имя – это Сергей Махров. Я уже этим занимаюсь достаточно давно, где-то года с 2011-го. Сначала как участник форумов, потом как написал самопальную книгу. Она лежит, но она, мне кажется, уже морально устарела. Но, тем не менее, я автор книги электронной. Она лежит бесплатно в интернете. называется «Осторожная семья о пестиках и тычинках для зарядного возраста». Для меня это был процесс, в общем, переживания моего развода и часть терапии. Для меня это уже тема такая не особо мне интересная. Когда я с книжкой закончил, я решил попробовать себя уже не в текстовом формате, а в аудио-видео. Ну, видео примерно как сейчас. Я, в общем, предпочитаю не показываться. Хотя очень присутствую на мероприятиях, там неоднократно было и буду присутствовать дальше. Я состою в том, что называется моносфера. Моносфера – это совокупность всех вообще ресурсов в интернете и не только в интернете. То есть, книги, фильмы, форумы, там, блоги, влоги и так далее. Все, что относится, как бы, где мужчины в групповом порядке размышляют над, рефлексируют над социальными вопросами, там, юридическими, семейными, воспитания детей, там, вопросы наследства, отцовства, материнства, равноправия, неравноправия, неравноправия в государстве, в семье, на работе. Там, ну, часто активно идет тема домашнего насилия, ну, конечно, со специфического ракурса. Там, MeToo, Weinstein – все это нас косвенно касается. Вот. Внутри этого течения… Это самое широкое понятие – моносфера. Внутри этой моносферы есть крупные, выделились со временем, просто крупные сектора. Так, навскидку можно, наверное, вспомнить сейчас… Наверное, сейчас не назову, но я бы назвал так, наверное, штук 6-7. Они различаются от, скажем так, склонных к традиционализму, то есть тех, кто ратует, например, за восстановление, там, традиционные модели, как они понимают, там, древолюционные, даже более чем древолюционные. В середине находится кто-то типа эгалитарщиков, то есть те, кто, в общем, выступает за четкое, максимально точное равноправие, кто хотел бы, чтобы права были абсолютно равновешены. Не выше, не ниже, а строго поровну. То есть если этим можно, то этим можно, если этим нельзя, то этим нельзя. И на крайней точке, с другой стороны, это те, кто выступает, в общем, за отмену порядков вообще. То есть, в принципе, уже не очень моносфера, но, в общем, тоже край моносферы – это пикап, PUA, да, пикап артист. Но они как бы не относятся к мужскому движению. Значит, с этим конкретным фильмом, как я связан, я его переводчик. Я его в свое время там заметил, нашел, купил на него права, на право перевода, на право показа. Я его перевел там с авторсти, с коллегой. Вот. И, собственно, он был у нас презентован в России, к сожалению, с опозданием. Фильм вышел в 2016 году. Перевод его был готов еще в семнадцатом. Но показать его удалось только в восемнадцатом году, при помощи… мне сильно, сильно помогли люди из того, что называется «Мужское эгалитарное движение». Можете зайти в Яндекс загуглить. Там, ну, из крупных деятелей «Мужского эгалитарного движения» – Антон Сырвачев, Руслан Дягилев, Михаил Нестеров. В принципе, вот такая крупная тройка. С их помощью мы организовали пиар, собрали через краудфанд деньги. И у нас был показ в Москве в прошлом… это было где-то … собственно… Уоррен Фаррелл, который в фильме фигурирует, это человек, через которого я вообще вошел в тему. Сразу где-то на грани, когда у меня семья была на грани развода. Вот я развелся уже там больше десяти лет назад. Я искал что-нибудь конструктивное, какую-то литературу, которая у меня могла как-то вот психологически сориентироваться. Ничего не смог найти. И, к сожалению, вот единственный, кто мне показал, что пишет то, что я хочу, то, что мне нужно, то, что мне полезно, это Уоррен Фаррелл. Нашел постслучайным образом. Набирал фразы, типа, отчуждение в семье, нервноправие, эмоциональная дистанция, раздел детей в психологических аспектах. И вот Уоррен Фаррелл у меня нашелся. У меня его дома почти полное собрание сочинений. Мы там пару раз переписывались, но ничего личного. Я брал у него разрешение на перевод одного каста. У меня лежит его перевод на канале «Почему мужчины зарабатывают больше». И там что-то еще по мелочи мы с ним общались. В общем, мечтаю когда-нибудь взять, может быть, интервью, но трудно. Нужно придумать что-то интересное, спросить, потому что он постоянно присутствует и на центральных каналах. Конечно, его не очень. Не настолько, как феминистки присутствуют в СМИ. Но, в общем, он тоже заметный человек. Книги, которые фигурируют в «Промельки» в фильме все есть. Людей этих я, в общем, либо знаю в лицо, либо постоянно за ними слежу. Там как Пол Иллом, допустим. Я хорошо знаю, кто этот человек. Карен Строган, я знал ее задолго до того, как увидел этот фильм. Я переводил ее 14-го года еще и выступления там на конференции по проблемам мужчин и СМИ. То есть, на Западе эта тема намного более развита, чем у нас. То есть, мы идем с большим опозданием. Книжки Уоррена Фаррелла – это там 80-е и 90-е годы. То есть, вот книга, которая не обсуждает миф о власти мужчин – это, по-моему, чуть ли не 80-какой-то год. То есть, ни одной книги не переведено поныне на русский язык. Вот, собственно. Так я как бы вошел в эту тему и так оттуда я знаю этот фильм. И к этому фильму еще есть доп. материалы на английском языке, кто может смотреть. Кейси Джей выложила сырые материалы, из которых потом был смонтирован весь фильм. Называется «Dread Pill Raw Files». Там лежит все, в общем. То есть, любая нарезка, которая есть в фильме, там есть вот сырой кусок, который она записывала. Интересно. Я его весь практически посмотрел и, может, когда я ничего не переведу. Вот, наверное, так вкратце рассказал. Ну, я уже жду твоих переводов, этих дополнений. Вот. И мне хотелось бы узнать, а как ты пришел к идее для того, чтобы вообще, в принципе, перевести этот фильм? Он тебя вдохновил, когда ты его посмотрел на английском языке? Ты захотел, чтобы он мог распространиться в нашей стране? Или вот, ну, что для тебя было важным для того, чтобы участвовать в переводе этого фильма? Почему ты решил? Этих материалов мало. Мне показалось, что материал тут редкий и качественный. Это, ну, во-первых. Во-вторых, его сделала женщина. Я был сразу понятно, не знаю, к счастью, к сожалению, сейчас все понимают, что все заметные материалы на эту тему. То есть, когда об этом говорит мужчина, все чихали. И это даже в фильмбидном фильме, да? Пока говорит мужчина, всем все равно. Как только женщина просто повторяет за мужчину то же самое. Вдруг все слушают, а вдруг в этом что-то есть? Огласка такая, да. Да, да. То есть, как бы женщины готовы женщину слушать и мужчины, которые... А у нас много мужчин, которые враждебно вообще-то настроены. Там я вот сейчас, я хоть в гостях, но я продолжаю там окучивать свои там каналы и почты. У меня вот прямо сейчас идут там бои и мужчины далеко не все благосклонны, скажем так, к тому, чем мы занимаемся. Угу. Я, собственно, забыл сказать, куда я себя отношу. Я сейчас скорее, наверное, по своим убеждениям ближе к эгалитарному движению. Вот. Но я у них не состою. И я там до последнего времени, до прошлого года себя идентифицировал как направление МакТао. Вот. Меня тут тоже, в общем-то, считаете, что попёрли. Вот. И в итоге мне кончилось тем, что я сделал, в общем, я решил, что МакТао – это not own enough. Я сделал абсолютно своё собственное направление, которое вообще не существует нигде по ироне. А, вот оно что. То есть, я как раз хотел задать вопрос, принадлежишь ли ты какой-то стороне или ты нейтральную сторону занимаешь. То есть, ты сейчас, получается, своё какое-то направление реализуешь. Да. Я это назвал там… Ну, я содрал с нескольких других там… То есть, сделал синтез из нескольких там трёх где-то движений разных. Вот. И в итоге назвал это AIR по латыни «воздух». Это аббревиатура от Albole Exploratio et Reformatio. То есть, в общем, для бледнолицых исследования и реформации. Как внутри, так и снаружи. То есть, в самом широком смысле. Между прочим, эта формулировка в моей формулировке не исключает наличие там женщин. То есть, я считаю, что реформация, реформация в этом смысле… По-моему, мы перезрели уже в этой теме для реформации давно. Она обязана включать в себя женщин. И в этом смысле роль вот Кейси Джей просто трудно переоценить. Никто другой пока, наверное, столько вот не сделал для пиара, скажем так. То есть, по глубине, например, есть женщины, которые глубже. Там, Сюзан Венкер, Джанис Фиоменгу, они промелькивают в фильме. Мельком. Карн Строун очень много сделала. Но для пиара, в смысле, чтобы люди, широкое общество об этом знало. Рядовые мужчины, рядовые женщины. Наверное, пока она сделала максимум. И сделала, в общем, хорошо. Мне заинтересовала твоя мысль о твоем движении. Поделись, пожалуйста, какие ценности, цели ты закладываешь в свое собственное направление. Наверное, если так это будет слишком громко сказано, я бы сказал это так. Выход на новый уровень, скажем так. То есть, все время речь идет о том, например, даже фильм называется «Красная таблетка». «Красная таблетка», как в самом фильме объясняется, это прямая отсылка к «Матрице». Эта жаргонная фраза вошла в оборот еще задолго до там всех этих форумов. Ролл Томасо сказал, что типа на их форумах это первые, кто начали употреблять их, что вот мы съели «Красную таблетку», оттуда это пошло. Но люди… Это хорошо, как бы «Красная таблетка», там они вошли, начали осваивать, поняли вот этот как бы сдвиг парадигмы произошел. У всех возникает быстро другая проблема. А что делать? Угу. И тут вот, именно тут, то есть, в том, что все плохо в этой сфере, ну или очень сильно дела нехороши, согласно большинству, и мужчин, и женщин, и те, кто в мужском движении, не в мужском движении, все понимают, что семья, когда у вас математически просто разводов там под 90 с чем-то процентов в год, а в некоторых регионах выше 100, там сейчас есть такие регионы, понятное дело, то есть, это значит, что система вообще не работает, она давно развалилась. Ну, мое мнение, она развалилась с 1918 года, так вполне конкретно ее развалили. Возникает вопрос, а что делать-то? И вот тут люди в меру своих ценностей, каждый решает, а что именно они хотят там. Кто-то, я говорю, выступает там за религиозность, там патриархат, традиционный, там вот это все. Кто-то за полную свободу, no strings attached, все такое, там все свободные. Кто-то за что-то такое среднее, типа, чтобы был, например, там строгий брачный договор, чтобы его можно было форсировать, чтобы там детей можно было тоже, значит, делить, чтобы было, это, наверное, важный пункт, совместная опека по умолчанию. Я очень горячо поддерживаю. То есть, я сторонник идеи, что наше будущее, если мы хотим вообще какую-то семью иметь и какую-то дедность в обозревом будущем, то мы обязаны иметь совместную опеку по умолчанию и полную отмену алиментов. Вообще, как явление. Просто. Кроме случаев там изнасилования, не знаю. И даже в этом случае, наверное, называть это как-то иначе. Так что «Айр» – это мой собственный ответ на то… То есть, если «Матрицу» вспомнить фильм, он ведь таблетку ест в самом начале. Он был неким подготовленным человеком. Он знал, что… Как он говорил, типа, ты всегда знал, что в мире что-то не так. Мы все знаем, что в мире что-то не так. Потом ему, значит, что-то нашелся, подсказали, вот как, грубо говоря, считайте, что я выступил Мёфиусом, да, я вам дал красную таблетку. В буквальном смысле этого слова. Вы как бы проснулись. И вы, в общем, в некотором офигении. Ёперный театр. Что же это происходит? И где я был, там была все это время. Оказывается, я не понимал, как жил мой папа, дедушка, прадедушка, бабушка, все мои родственники, сестры, братья, племянницы и так далее. Никто ничего не понимает. Я тебя и знаю. А дальше-то что? Ведь весь остальной фильм «Матрица» он, собственно, ищет. А что делать-то? И там у него не все тривиально. И люди там, даже в «Матрице» принимают разные решения. Например, там есть человек, который выбрал снова заснуть обратно. Например. Он, ну, вообще особенный человек. Он мессия. Я не вижу себя, конечно, мессией никаким образом. Но, тем не менее, поиск собственного пути. Что я с этим намерен делать? То есть, что я буду делать? Кто-то, например, я их вполне уважаю, собственно, и ассоциировался с ними до некоторой степени. А решает уйти из сферы отношений вообще. Это Мактал монахи, так называемые, которые просто выходят и говорят, мы просто не будем иметь личных отношений с женщиной. Никаких. Все. Закончил. То есть, хобби, там, не знаю, лазание по скалам, там, парашют, хобби, какое-то еще что-то. То есть, правильно я тебя понимаю, ты помогаешь самоопределиться, можешь помочь самоопределиться и, в принципе, сделать первые действия к направлению того, чтобы как-то изменить не только свое восприятие, но и деятельность в своей жизни на новый лаз. Я себя коучем совершенно никак не вижу и не продвигаю, и не называю себя так. Нет, я не коуч. Я, грубо говоря, тот, кто может разложить, скажем так, колод таро особого рода. Кстати, может быть, нужно такой колод таро сделать. Таро, может, моносферы. И человек, который вошел в эту тему, вот, например, мой сын, так получилось, да, он ко мне, мы там, у нас тяжелое было прошлое, оно у меня на канале в отдельном поиске отражено. Но, в общем, в итоге он перебежал ко мне от мамы в 14 лет и жил со мной, там, 4 года, там, до окончания школы. Сейчас уже живу самостоятельно. Он, естественно, хорошо знает и участвует иногда в записях, там, я тоже его не показываю, вот, но, как бы, он очень хорошо знает, чем я занимаюсь. Но я не склонял его, во-первых, к мужское движение, и он сам не склоняется, как бы, он, честно говорит, как бы, к счастью или к сожалению, он говорит, ну, не вижу я себя там. То есть, он, в итоге, с чем вошел? Он вошел, там, в 15-16 лет, узнал все то, что я узнал, там, в 35. Он, в этом смысле, ну, его грамотность сейчас, она, там, превосходит мою, наверное, в 30 лет. И, в итоге, мне кажется, я могу ошибаться, конечно, я так надеюсь, и мне кажется, что, как раз он, имея все эти данные, имея мой инструктаж прямой, у меня есть некоторые видео, которые конкретно были ему адресованы, типа, как подростку получить секс и стоит ли, очень хорошая каста многим стоит, не только подросткам стоит смотреть. Угу. Он все это, как бы, переварил, освоил и сделал некий собственный слепок, который не мой и не чей, вот, никого, кого я знаю. И он, наоборот, он, собственно, видел и видит себя, как человек, у которого будет семья. Он хочет семью, он хочет детей и, может быть, даже, чем черт не шутит, может быть, даже он и заключит его официально. Чего очень не поддерживает в нашей тусовке, что называется. Это, ну, это нужно быть либо очень наивным там, да, либо очень самонадеянным, чтобы такие вещи творить. Но, тем не менее, он в это как-то вот смотрит. Я, как бы, руки давно уже брал. Вот, я считаю, что я передал все, что мог передать. Я вижу, что уровень, на котором он строит свои личные отношения, а он их построил достаточно рано, грамотно, она уже, там, в районе 16 лет, он другой, совсем другой. Ничего похожего на меня вообще. То есть, я до таких вещей дошел, я говорю, в 30+. Ну, уже когда пережив свой опыт, который у тебя случился. После терапии, после развода, после, там, всяких этих самых, там, что-то по крупицам, что-то. Он, в принципе, уже сейчас это. И я в этом смысле считаю, что, ну, я, как бы, ему говорил и люблю повторять, как цитату из чужих, что, типа, «I can't lie to you about your chances, but you have my sympathies». Вот, он это знает, все понимает, тем не менее, он выбрал, у него, его выбор осознанный, в отличие от моего выбора в его возрасте. Это прям ценно. Так что, я вижу так, я, мой канал, моя книжка, мои, там, размышления, они вообще не для кого-то, вот, сделаны. Это не тренинги, не реклама, там, да, у меня, там, монетизации, в общем-то, нет. Я сейчас его включил, только что просто YouTube сам ролики мне не вставлял. Я вижу так, что люди, которые ищут рано или поздно, что-то из этого найдут и, возможно, чем-то им это поможет. Для меня это инструмент, в общем-то, работы внутри себя, не более того. Вот, пока мне это интересно, я это делаю. Возможно, завтра утром у меня надоест, я просто закрою канал и, там, напишу прощание, скажу спасибо всем, но, в общем, у меня другие дела. Ты сделаешь для себя? В общем-то, да. Вот, и в результате, чем это все кончилось, что, там, да, там, пертурбации и то, сё, но в итоге у меня было несколько длительных отношений, то есть, я не ушел из темы отношений, я не ушел из детской темы, там, пока я не мог, у меня не было контакта с сыном, я оттягивался, что называется, на племянниках, вот. Сейчас я опять в длительных отношениях и очень надеюсь, что у меня все-таки будет шанс еще увеличить число детей в мире, вот, ну, посмотрим. Даст Бог, значит, даст. Но мне эта тема активно интересна, то есть, скажем так, я понимаю все риски, там, связанные с возрастом, ну, тем не менее, в общем, мы не знаем никогда, никто не знает, сколько ему отведено, поэтому, что тут гадать. Угу. Конечно, хотелось бы, чтобы это все было раньше, но получилось так, как получилось. Угу. Так что, я сейчас пытаюсь подвести черту, чтобы так назвать то, чем я занимаюсь. По сути, это такая, типа, публичная самотерапия. Я обозреваю чьи-то материалы, я читаю какие-то книжки, я, например, увидел фильм, я его делюсь каким-то мыслями по нему, я веду киноклубы мужские, завтра очередное заседание будем разбирать фильм «Девчата». Уверен, будет сногсшибательно, советские девчата. Угу. Понял. Угу. Понял. Угу. 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 не знаю кому еще есть распространенное мнение и она в некоторой степени правда что мужское движение этого сборища типа ничего кроме гнева злости там и женонимовичничеством нет это в общем слухи про это сильно преувеличена в основном у нормальных людей фазы гнева есть от нормальная часть цикла кубер роз женщина это нормально не знаешь такой цикл кубер роз гуглите мультик про жирафа 5 стадии гриф сам за гневом наступает что-то другое и собственно я в том числе с помощью этого блога с помощью книжки с помощью терапевтов и так далее с помощью взаимодействия с другими людьми коми иногда обращаются за частными я честно говорю всем я не юрист и не психолог тем не менее когда люди просите надо консультировать в том пределе как у меня могу проконсультировать особенно по тем по которым толком нету информации типа отчуждения ребенка пас я очень один из многих людей в этой стране кто хоть что-то знает по этой теме хотя бы на уровне там бытовых книжек таких которые автор написали психологов мало тем не менее в общем я как бы считаю что я гнев прошел достаточно давно и за ним наступили другие фазы там да и в общем сейчас я думаю что я завершил свой этот цикл почти уже наверное вот наверное финальной точкой будет если вот у меня что-то состоится новый детский цикл то это будет видимо я думаю просто автоматически упадет внимание к каналу потому что вряд ли я буду вести там дневник папа молодого что нет будет объективно меньше времени как бы но я уйду в свои бытовые дела я до хотел поделиться информацией то что буквально на днях заходим вчера заходила в интернет и решил почитать вообще про направление мужчины поддерживают эту историю тему увидела в интернете одним словом если назвать одну сплошную чернуху то есть каждый вся информация которая описана в интернете которую видела на русскоязычных сайтах перед тем как вообще перейти на страницу и попробовать самой разобраться так поверхностно если попрыгать по запросам выглядит очень негативно то есть выглядит все как будто бы уже ненавистники как будто бы уже на ненавистнике миссия и меда это было в смысле набор мнений извне то есть не из муж да 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 то есть вот для того чтобы погрузиться в эту тему действительно хочется встретить такого человека как ты для того чтобы понять насколько эта тема твердая и не погрузиться собственными поисками в какую-то сторону которому что здесь вообще принципе не туда и показать какие-то чернушные стороны совершенно не сочетаемую с реальностью вот и посмотрел увидел действительно много негатива и потом уже фильм не помог увидеть то что это не так то есть действительно люди разные мнения разные вот ситуации очень разными понравилась метафора это что эту тему разбирать можно как метель по снежинкам и это очень долго и глубоко потому что ситуации они все уникальны практически вот и хотелось бы поговорить про фильм красная таблетка то собственно я уже хотел наконец передать слово так я правильно понимаю в целом это мое угадывание что ну учитывая что вообще возникло желание поговорить на эту тему это означает что фильм и но эффект произвел то есть красную таблетку съели причем съел и в данном случае женщину но среди остальных просто остальные потом разберемся они там сидят чуть подальше ну смысле не сегодня найдем момент если будет желание ну собственно интересно как то есть что что то есть учитывая что мы собственно разговариваем да они воюем это означает что видимо позиция и путешествие кейси джей срезонировала да да как да хорошо для того чтобы ответить как мне нужно рассказать его изначальном восприятии вообще мужчин женщин взаимоотношений дело в том что я слышала да про феминистские движения вообще в принципе смотрела фильмы про первую феминистку который вообще принц профессиональном плане поступил на юридический факультет и очень хотела стать адвокатом не помню как называют но зовут женщину мне понравилась идея еще 50 лет назад когда речь шла возможно каких-то уравнениях в профессиональном плане но чтобы чуть чуть больше женщина могла делать но само по себе мое природное какое-то качество я никогда не стремилась и не хочу мне это не интересно идти впереди мужчины или уравнивать то есть как бы быть на том же уровне там зарабатывать столько же денег или еще больше чем мужчина или иметь какую-то юридическую власть больше то есть у меня таких вообще не было предрассудков и мне всегда интересно было выстраивать отношения с мужчиной таким образом то что я иду иду за ним то есть прислушиваясь к нему если говорить про феминизм у меня я думаю что я думаю что у меня не было феминистских наклонностей вот поэтому когда начал смотреть фильм я подумала классно я хочу погрузиться в эту тему что же там будет и по мере того как я начала просматривать фильм я поняла что может быть я не говорю нигде феминистка я или нет но я ищу та феминистка то есть просто я начала удивляться и задавать вопросы а откуда я этого нахваталась восприятия мужчины откуда вообще это пошло и не нашла ответов есть гипотеза что это могло выйти из каких-то мультфильмов возможно это какие-то книги и так далее но смысл в том что мои отношения к мужчине вот сейчас вместе отношения замечательное отношение я понимаю что я тотально и безусловно безоговорочно возлагаю на него ответственность за всю себя возлагаю ответственность за доходы семьи возлагаю ответственность даже за настроение серии типа я же могу попсиховать выругаться рассказать там что мне не нравится вот при этом он такой стойки он выслушал и я дальше не думала как он то есть вот посмотрев этот фильм для меня показался мир мужчины и я те же самые факторы в принципе так слышала но я задумалась над тем что показывается я задумалась над тем каково мужчине вообще среди такого современного такого достаточно властного я бы сказала женского мира потому что как вот уже цитировала одного блогера который акцентировал внимание на том что мужчина чаще всего он в россии может быть рождается не в полной семье воспитывает женщина и бабушка потом попадает в школу где там 99 процентов учителей это женщины и плюс там класс допустим формируется меньшинством из мальчиков большинство из девочек просто по численности потом попадает в институт и постоянно вот это вот какая-то борьба и постоянно какое-то восприятие картины мира только с точки зрения женщины мне показалось это диколатом есть термин которым это называется есть термин называется геноцентризм джайна центризм то есть что на самом деле естественно конечно если сейчас здесь сидела феминистка даже умеренно она бы сказала что да нет все не так весь мир крутится как они там все вращается вокруг патриархата может быть в некоторых областях каких-то областях можно сделать такой какие-то узкие области но в целом если посмотреть на вот на общество в целом то все таки ну я скорее склонен думать что я могу наверное если напрячься придумать сферу где действительно мужчиной доминировать в таком смысле я думаю что меня есть ответ на вопрос его тоже сейчас беседовали перед интервью с нашими друзьями да по поводу деятельности а какие все-таки фильм показывает как результат что нужно делать мне понравилось высказывание на тему того что в принципе деятельность женщины она репродуктивной всегда была все что связано с притропе репродукцией то есть да это там самое очень примитивный понятное всем там рождение детей внашивание детей и так далее но ведь не только можно в современном мире акцентироваться в этом то есть есть и медицина есть и образование вот все что связано с продуктивной функцией в принципе было бы круто если бы этим занимались женщины у меня такая гипотеза а мужчина он про занимается продуктивной функции то есть вот конкретно возможно создание каких-то там новых интересных направлений которые будут продвигать весь мир вперед то есть почему бы и да вот у меня возникло такое восприятие почему там меня саму рвет в работу где я должна как-то вот все-таки подчеркиваю больше в себе какие-то мужские факторы хотя сама могу спокойно заниматься такой деятельности которая может меня приводить в удовольствие и я буду на своем месте плане репродуктивной функции это наверное во многом вопрос для работ с личным терапевтом ну не смысле когда люди работают проблемами когда например терапевты же иногда просто помогает например ответить на вопрос чего человек сам хочет да на самом деле помочь ему определиться надо видимо в этом определиться вот и если говорить как повлияло еще на меня фильм действительно пошло изменение восприятия картину мира и так называемой антологии в принципе в жизни как я говорю и взаимодействовала с мужчинами и сейчас я замечаю что даже в своих отношениях я говорю я через чур перегрузила просто в своем представлении своего мужчины ответственностью просто перегрузила и вижу свою безответственность по отношению к себе по отношению к мужчине по отношению к нашим отношениям радуюсь то что мы устроим отношения на договоренностях то есть мы выбираем как мы хотим поступать в тех иных ситуациях и так следуем живем но сейчас благодаря этому фильму я поняла что ответственность за себя но меня никто не отбирал. И мне, наоборот, интересно взять её себе. И мне не нужно моего мужчину нагружать дополнительными какими-то историями. И даже я понимаю, что у меня есть ответственность за мою мужчину, за его состояние, чтобы, если я хочу что-то важное сказать, возможно, у меня там бомбит какая-то история, но чтобы я заботилась о его состоянии, чтобы ему было после разговора со мной понятно, что я хотела донести, чтобы он не был высушен, у него остались силы, и мы могли вместе принять решение, если, допустим, возникает какой-то вопрос. То есть то, что я вижу в фильме, вижу, что мы, женщины, порой эмоционально можем быть неуравновешены, риски и так просто выводить мужчин на такое состояние, что становиться жертвами. То есть любая жертва, она провоцирует агрессора, так скажем. Поэтому очень много историй про насилие было сказано в цифрах, и то, что вообще, в принципе, с меня освещается, ну, по поводу именно женщин. Вот. И мне захотелось некоторые... Я увидела, как в недавнем прошлом я поступала, какие ситуации создавала. Это было похоже на непродуманные действия, какие-то интуитивные, но они все выстроены из пренебрежения мужчин. Мужчины. Вот. И я просто была впечатлена этим, и мне захотелось с моим мужчиной поговорить и озвучить эти моменты сознательно и изменить некоторые договоренности передоговориться. Вот такой эффект. Я думаю, что это одно из наилучших, наверное, эффектов, какой он мог оказать в личностном плане. Я услышал, собственно, ну, это, я так понимаю, уже часть личных предпочтений, да, про вот, ну, скажем так, я услышал легкое стремление к разделению на традиционные роли, на кавычки беру традиционные. Наверное, было бы интересно, так, советую посмотреть, во-первых, ну, так, чтобы бегло ознакомиться, у меня есть серия интервью с президентом очарования женственности, Дикси Андерлин Хурсайб, по поводу их книжек там нескольких. Возможно, это твоя тема, надо покопать. Спасибо. Там во многом излагаются эти же мысли, при этом никакого отношения к мужскому движению не имеют, и родились они там в начале 20-го столетия, это очень старая тема. Согласна, с одной стороны, если посмотреть мир женщин и от женщин, так назовем, более продвинутых или сознательных, чем я, и напитаться опытом, это одно, ну, очень классно увидеть соединение с миром мужчины, то есть, вот, все-таки, как мои поступки, они влияют, как мои решения влияют для того, чтобы создать здоровые отношения, для того, чтобы создать не только отношения с здоровыми, но, в принципе, ну, семейные отношения, в принципе, и партнерские отношения с здоровыми, и другие отношения, то есть, ну, кто, если не я, это будет делать, кто за меня это не изменит, если я хочу с новой стороны, с какой-то более созидательным выстраивать это общение. Ну, я даже больше скажу, что, ну, в традиционной модели отношений, опять же, беру в кавычки слово традиционная, психология, скажем так, бытовая психология, то есть, грубо говоря, кто в семье психолог? В традиционной семье психолог – это женщина. Ну, там, я вот склонен говорить, что где-то, ну, 90% лежит на женщине, на обычной женщине в среднем, там, 10% на мужчине, кроме случаев, когда у мужчины высшее психологическое образование, когда можно, там, быть примерно в паритете. То есть, я, например, конечно, уже не требую от своей, там, от своей партнерши, не требую, чтобы она была на 90%, вот это, наоборот, больше моя уже задача. Я хотел бы вот на чём внимания заострять, вот тот аспект сейчас, который прозвучал, про предпочтение, там, про отношения, про сочувствие – это важная тема, да, вот этот compassion, да, звучал в фильме неоднократно. Действительно, то, чего мужчина не достаёт, но, как бы, есть сфера психологии, это часть из нас про это говорит, я тоже, у меня тоже есть плейлист там, где что-нибудь про психологию, неважно, что-нибудь. Начиная, там, вот, собственно, отношений до, там, воспитания детей и что-то ещё. А есть объективная реальность, заданная у нас, к сожалению, внешними рамками. Внешние рамки – это конституция, семейный кодекс, правоприменительная практика. И люди, которые в основном присутствуют в этом фильме, они в самом начале там обозначены как MRA. MRA – это, значит, расшифровывается как Men's Rights Activist, то есть это активист за права мужчин. Я в русском переводе их, ну, сделал их АПМ. У нас нет такой приведенной аббреватуры, надо было что-нибудь придумать. Это люди, которые, то есть, просвещение, естественно, да. То есть, мы, как бы, обменяемся информацией, мы что-то такое, там, как-то вдруг посвещаем, мы по-добру подвигаем. Там, публичное raising awareness, да, то есть, паблик awareness, то есть, там, какие-то митинги, плакаты, мы тоже делаем иногда, да, и те же, вот, там, кинопоказы. В этом году у нас тоже был кинопоказ, 19 ноября, только онлайн, к сожалению. Хотя, нет, два кинопоказа было. Второй кинопоказ проспонсировала съёмку даже короткометражного фильма «ЭМД». Фильм называется, называется «Кризис». Он сейчас доступен на их сайте, поэтому на МДТВ можно его там заплатить денежку, посмотреть. Ну, не суть. Я в этом году переводил фильм и показывал фильм, посвящённый проблеме отчуждённых детей. Проблема PASS, parental alienation syndrome, который, термин, который Ричард Гарнер вёл. Фильм называется «Стирая семью». Вот, я тоже списался с автором, купил права, перевёл, показал. Вот, а там один из энтузиастов, отчуждённых отцов, и так получилось, что человек с актёрским образованием, там, задействован на телевидении, он его озвучил. Вот, так что, когда у нас показ, физический показ был в Питере, вот, я делал показ онлайн, а там другая группа отцов, в общем, они показывали это в Питере физически. И там была мини-конференция, выступали люди, даже было пару психологов, которые работают по этой теме. Вот, там демонстрировалась русскоязычная версия, её вот озвучивал наш, один из активистов. По-моему, версия уже утекла в интернет, так что, если поискать чуть-чуть, можно найти. Между прочим, версию с титрами всё ещё не убрала сама авторша, не знаю почему, она как бы дала нам ссылку, и мы договорились, что она после показа через двое суток её прибьёт. Она её не прибила, я не знаю, это случайность или намеренность, но по-моему, что ссылка всё ещё работает, могу поделиться. Ну, суть, я уже поделился. Советую посмотреть хороший фильм тоже, документальный фильм. Спасибо. Так вот, они МРА, они работают, их как бы идея и пожелание, это всё-таки преобразование сознания, да, некая реформация, как я её сейчас понимаю, что по смысле да, но объективно законы, большинство тусовки наши согласны, что так или иначе что-то надо сильно менять. Не работают законы. Вам не покажется. Это вот всем, кто сочувствует Анне Ривиной, что там её сейчас признали иностранным агентом, посмотрите интервью «Испанский сапожок». Вы передумаете, наверное, вот что хочет Анна Ривина. Подумайте ещё раз, стоит ли так делать. Короче говоря, они представляют направление, именно которое смотрит в сторону общественных и законодательных реформ. Я сам, честно говоря, особенно учитывая специфику России, я как бы сочувствую и поддерживаю инициативу тех же эклитарщиков, то, что они сейчас делают, я их там пиарю, я им помогаю, надеюсь, у нас ещё будут неоднократно какие-то там совместные мероприятия. Тем не менее, я честно в реформы особо не верю. Поэтому моё слово «реформация» относится в основном к самому себе. То есть, я под реформацию понимаю некий уровень переадаптации, что ли. То есть, грубо говоря, для отношений после красной таблетки нужна женщина, которая приняла красную таблетку, и мужчина, который принял красную таблетку. Они имеют шанс на какую-то совершенно новую вещь, которая, ну, то есть, до того они не будут контакта, не будет. Всё будет как у всех. Тоже, кстати, никакой гарантии нет, естественно. Ну, я так считаю, что шансы сильно повышенные. Ну, всё про сознательность, то есть, про выбор, про что будет делать пара в таком случае. Никто не говорит, что всё в жизни изменилось, и теперь по-другому будет всё. Именно так. Я ещё раз говорю, что красная таблетка – это начало фильма, а не конец. И уж точно не конец третьей части, где вообще всё сложно. Расскажи, пожалуйста, какое впечатление у тебя самого было после просмотра этого фильма? Ну, я так скажу, к этому моменту, когда я его смотрел, кроме режиссёра, я знал всех героев там. Нет, я не знал ещё Большую Рыжую. Тоже не знал. Я её увидел в этом фильме. Ой, какая, да. Она теперь стала иконой, и её просто в качестве иллюстрации использовать без имени. Да. Я, кстати, ей тоже сочувствую. Её там динамизировали, ей там угрожали, то всё. Ну, вы видели её на экране сами, что-то говорить. Всех остальных я знал. Поэтому сказать, что я что-то узнал из него, чего я раньше не знал, наверное, ничего. Я просто увидел, что хорошо упакована информация, которую обязательно нужно подать большой массе людей. Причём и подростки могут это смотреть. Это можно в школе и нужно, я считаю. Грозятся ввести в школе семьеведение. Вот что нужно показывать на семьеведение. И ничего другого у нас особо нет. Не лекции про Петра и Февронию, нет. Не то. Наша реальная, к сожалению, реальность, она вот где. Есть такое. Современный мир, а восприятия какие-то традиционные, назовём в кавычках, как ты это называешь, они уже не работают. Да, так что я увидел хороший, хорошо упакованный пакет, достаточно неглубокая, лёгкая, интересно поданная информация с эмоциями. Женщина любит, женщина верит эмоциям. Когда мужчина проявляет эмоцию, например, было пара случаев, когда, например, там, Уоррен Фаррелл пускал слезу в эфире, Джордан Питерсон. К этому очень сложно люди относятся. Когда женщина выкладывает дневник, что с ней там случился нервный срыв, как бы, ну, она же женщина, ей можно и нужно даже. Это было бы странно, если бы она не попала после всего этого. Если у тебя вообще какое-то сочувствие есть, мне очень нравится фраза, я почти наизусть знаю, потому что я посмотрел, естественно, большое число раз, пока переводил и делал вычетку. Пол Иллом в какой-то момент говорит, что нас часто спрашивают, что вы все такие злые. А мой ответ на это, а как вы можете, а почему вы не злые? Как можно всё это знать и не злиться? Да. И ответ, говорит, очень простой, что люди не считают мужчин за людей, по крайней мере, за равных людей. А помнишь, там были такие, такой сюжет про, не скажу, как, в общем, направление, это какое-то такое террористическое, короче, там обсуждалось, и конкретно в статьях газет, журналов писалось о погибших людях, типа там, тысяча человек и одна женщина. То есть мужчину не называют мужчиной, а мужчину называют человеком. Это, наверное, самая сильная часть фильма, да, это история про Боку-Харам, что... Да, да. И не только про Боку-Харам, когда любую, например, это даже сейчас можно посмотреть, когда, например, какую-нибудь катастрофу говорят, например, там, например, там, на трассе, там, Энск-Ту, там, Урюпинск произошло столкновение двух автомобилей, погибло, например, там, 9 человек, из них, там, 3 женщины и 1 ребенок. Да, остальные кто? Остальные, они нейтральны, типа, это не совсем, как бы, это просто люди. Ну, это кто это, как она их называет? Ну, в общем, для меня это тоже. Ну, вот так, потому что язык, он же, как бы, означает, ну, это, как бы, инструмент, который мы мыслим. Когда мы навешиваем ярлык, что это что-то нейтральное, с ним легче расстаться, да, когда это просто какой-то абстрактный, там, юнит, значит, можно им пожертвовать. А когда это человек, да еще женщина, она же женщина и мать, и все должны ее уважать. Да, 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 круто. Ну, вот, буду рекомендовать просмотр фильма и прослушку нашего интервью своим. Я очень, ну, я не, как бы, у каждого человека, наверное, будет совершенно разная реакция, тут ничего предсказать невозможно. Естественно. Кто-то воспримет, вот, сочувствие, твой случай, так далеко не все воспринимают. На сеансе, когда мы показывали его в Москве, там, конечно, пришли люди уже изначально, ну, как бы, более-менее нам чем-то, чем-то хотя бы сочувствующие, близкие. Там, кстати, там была представительница, например, у нас был почетный гость, представительница НИИ МВД, который как раз темой домашнего насилия занимался активно. Кто-то может принять в штыки сильно. Ну, как бы, у кого сильно включается отрицание, кто, как бы, в психологии шалит чуть-чуть, понимает, что когда включается отрицание, значит, что-то таки есть. Что-то нарыл, да. Да, что-то нарыл. С другой стороны, мне кажется, тоже надо не впасть и в противоположность, то есть, например, там, резко почувствовать на себе, там, вину за, там, 100-тысячелетнее угнетение мужчин, наверное, тоже будет некоторым перебором. Какой-то эмоциональный всплеск, провал, и, например, человек начнет осекаться, как вот, например, Кейси Джей начала осекаться, и, например, даже больше не может себя называть феминисткой. То есть, ну, как честный человек не могу больше себя называть феминисткой, это я понимаю. В то же время, дальше, конечно, должно выровняться, да, и, конечно, начнутся на некий, просто, как бы, это новый уровень, вот это, ну, сознание, awareness, да, в том числе на мелком бытовом уровне. Там, понимание, допустим, что, не надо ждать, допустим, что, там, мужчина, который работает, скажем, 12 часов в день, будет так же сильно участвовать, там, в домашних обязанностях, как женщина, которая работает, допустим, 7 или 6 часов в день. Ну, об адекватности говорим, да. Ну, да. Вот. В то же время, да, модели все-таки сейчас, скорее, у всех разные, я никому не берусь предписывать, там, вот, строго традиционную или строго такую, я считаю, что два человека, которые оба съели красную таблетку, они, в общем, имеют язык, чтобы договориться. Хотят, ну, в свободных отношениях, пусть живут в свободных отношениях, хотят традиционную модель, а сделать традиционную модель. Проблема в том, что, как раз, мы-то живем все-таки в объективной среде, в некой, который нам задает, например, тот же семейный кодекс. Вот проблема Керы Строван известная, когда она, там, развелась со своим мужем, с отцом своего, там, второго, там, ребенка, она, по соображениям совести, была категорически против получать от него элементы. Но, по закону, она не может отказаться от них, как и у нас. Интересно. Нет такой процедуры – отказаться от элементов. Более того, если женщина так говорит на словах, я, ну, когда, если меня спрашивают, я говорю, осторожно, потому что вас могут спустя три года нагреть на все, на всю сумму плюс проценты. И так и делается. На купленный долг. То есть, получается, сознание человека должно быть выше, чем, то есть, о, как бы это сказать-то, так получается, что именно в силу того, что у нас законы объективно, да, действительно, геноцентристские, да, то женщина и вступая в отношения с мужчиной, и даже, честно говоря, не вступая в отношения с мужчиной, как было в случае недавнего тренера, который посидел на лавочке с девочкой в клубе спортивном, в Тинбурге, по-моему. И тем более, когда они вступают в официальный брак, женщина получает очень серьёзный рычаг, как бы оружие, считаете, да, то есть, я это сравниваю, мне она очень нравится, это аналогия, по-моему, это Стардаст придумал, что это типа ошейника с взрывчаткой, когда у второго кнопка её можно нажать. Во-первых, ну, как бы это во многом правда, особенно, что касается отбирания детей. Ой, то есть, считаете, что это ошейник, там, ну, ладно, он не на вас, он на вашей связке между вами и ребёнком. Он понажал, связь разорвал, в общем. Да-да-да. То есть, женщина может просто сняться и уехать в другой город, всё. И другой человек будет всю жизнь, там, доказывать, что он не вермёт. Сколько женщин есть, которые в это попадают? Я даже, там, ну, как бы общался, там, в случае, тут Веста из Пиваковской известная, всё-таки их очень мало. То есть, там, тот же Ричард Гарнер в среднем оценивал процент отчуждающих отцов, ну, как 15% случаев, ну, так, на глаз, примерно, против 85%. Получается, что человек, женщина, на случай, как бы должна вести себя, как, с чем это сравнить-то? Скажем, есть взрослый мужчина, отец, и он, допустим, играет с ребёнком. И играет в какой-нибудь, ну, такое, то, что называется, rough and tumble. Кувырки, там, с борьбой, там, где-нибудь на ковре. Он его намного сильнее, в разы сильнее. И когда он с ним играет, с одной стороны, он играет, с другой стороны, ты никогда не можешь с ним действовать в полную силу. Ты всегда должен, естественно, сдерживать себя. Ты не можешь ему, там, делать, драться с ним так, как ты бы дрался, там. Даже в шутку, как бы, мог бы бороться, допустим, с товарищем, со своим. Ты всегда должен сбавлять себя, так вот, до уровня, да, чтобы он мог быть с тобой, как бы, играть, и это было действительно весело. Над женщиной, особенно после красной таблетки, лежит вот такая тяжёлая обязанность. Она, как бы, должна понимать, что у неё, на самом деле, у неё гигантская сила, вот такая, она такая, похожа на амбала, примерно. У нас детей делят, там, говорят, ещё в среднем, что-то, по-моему, процентов 95-96, по-моему, уходит к матерям после развода. Это означает, что она примерно, ну, вот, скажем, в 20 раз сильнее, чем средний мужчина. Поэтому, когда она с ним что-либо делает в отношениях, ей просто нужно это иметь в виду. Увы, это факт просто, да. А учитывая, что далеко не все мужчины, там, имеют время, возможность и финансы для того, чтобы, например, там, пройти какой-то психологический тренинг, пройти терапию, это всё-таки, ну, такая, некоторая роскошь. Бюджет, бюджет, да. Да, это бюджет и время. Лишний раз скажу, тут у нас недавно была перепалка, там, откуда эти данные. Данные привёл, там, со ссылкой на другого коллегу, юнгьянец, юнгьянец, сейчас вспомню, автор книги «Под тенью Сатурна». Он сказал, что до, когда мужчина и женщина приходят на терапию впервые, то мужчине, чтобы дойти до женского уровня, вот этого, начали, нужно примерно год терапии. Мужчина даже не знает названий чувств, и как они о нём отзываются, и что это, и где это. Да-да, у нас тут попроще у женщин с этим. Да, меня, например, моя терапевт меня оставила в тупик, например, она меня спрашивала, там, какой-нибудь, задаёт мне какой-нибудь вопрос, там, про прошлое или про выношенную ситуацию, говорит, а что вы чувствуете? Я, допустим, после некоторой же тренировки, там, могу сказать, ну, наверное, я чувствую вот это. А дальше она меня спрашивала, а где вы это чувствуете? Имею в виду тело, место. Да, да. Я как пришёл на терапию, с мигающими глазами, и ушёл на неё через 20 лет, вот примерно так же, у меня так и не появилось, точнее, где. Но я знаю лично знакомых женщин, которые точно говорят, когда ты, я говорю, злюсь, где, там, вот тут. Есть такое. Вот такой человек уровень контакта с собой. Я понимаю, что это просто совокупный эффект вот того, что ему не было запрещено, грубо говоря, работать. То есть, это нео. Нео, который лежит в коконе, вот мужчина средний, это действительно кокон, да, он лежит, он не двигается, у него ничего не работает, кроме каких-то областей мозга. В эмоциональном и психическом смысле. И когда его пробуждают, там идёт дальше фильм «Процедура», когда он весь вот икан иголками, ему, значит, накачивают мышцы. И глаза у него болят. Он говорит, почему у тебя глаза болят? Он говорит, ты никогда раньше ими не смотрел. Вот это реально ощущение мужчины, который, например, там, открывает какую-нибудь книжку о психологии первую в своей жизни. Какая силища возникает вот у женщины, которая настолько чувствует своё тело, да, в союзе, в согласии, в договорённости с мужчиной, который, конечно, приоритетнее, и это уже имеет задачи, намного сильнее во многом, чем женщина. И вот они в таком союзе действительно творцами становятся. Вот так это, если возвышенно сказать. Да, ну, в простом практическом смысле это на практике означает, что просто женщина, как бы, сейчас, хотел сказать слово «должна», она задумался, должна или нет, не знаю, ну, в общем, я так в кавычки возьму «должна». Даже не должна, это просто факт, что она, скорее всего, лучше понимает, что сейчас действительно чувствует мужчина. То есть, он не знает до конца, или ему нужно время там, или ему нужно какой-то там пинок, как-то, чтобы это, например, познать, что он чувствует по какому-то поводу. Она это, в принципе, уже знает. Просто по его там невербалике, по тому, как он смотрит, по тому, как он начал там, не знаю, что-то там нервничать, что-то ещё. Раз она больше понимает, она как бы уступает, ну, мне не нравится это сравнение, но это просто как бы факт. Так примерно матери обращаются с детьми, там, как отец. Допустим, если я понимаю, что там, что там моего там тинейджера, я видел, что его иногда колбасит. Он не понимает, что его колбасит, но я-то вижу, что его колбасит. Раз я больше понимаю, но мне больше ответственности, значит, я должен как бы аккуратно эту тему огибать, я должен как-то правильно подавать и подвести его, как терапевт, в общем-то, в чём-то, подвести его к тому, чтобы он ответил на себя там какой-то важный вопрос. Подтолкнуть его к рефлексии. И эта роль, ну, в традиционном, по крайней мере, раскладе, она на женщине лежит, да? Ой. Я не знаю, можно с этим что-то сделать глобально, не могу сказать. Ну, вот, раз уж у меня так получилось, ну, вот так получилось. Не от хорошей жизни люди идут. Да, он у меня пошёл в психологию, правда, в особую область, там, клинической психологии, но, в общем, тем не менее, да? Я понимаю, почему. А его терапевт, это был мужчина, его личный терапевт, я его терапевта нашёл в 14 уже, вот, чтобы он помог ему справиться с переездом. Фактически, теперь его ментором стал, менторит его. Может, не очень корректно с точки зрения психологии, но пока работает. Скажи, пожалуйста, видишь ли ты сам для себя, может быть, вот, какой-то свет в конце тоннеля, если метафорично так сказать, про данную тематику и данную сложность, вообще, в принципе, тематики? Ну, очевидно, вижу, иначе бы я не состоял ни в длительных отношениях и, тем более, не думал бы о детях снова. Если бы я был по-настоящему напуган, если бы я был по-настоящему, наверное, Мактау, был настроен в сторону монашества, наверное, я бы не стал этим делать. Да, я думаю, что… То есть, я верю, что это возможно. Далеко не с каждым человеком, это вот, мне очень нравится фраза Стефана Малиньон, он говорил, типа, у меня, конечно, устойчивый длинный брак, мы поженились в молодости, мы очень хорошо живем. И дальше говорит, это выполнено профессионалами, дома не повторять. Вот я тоже самое скажу, дома не повторять. То есть, it's your own risk. Классно. Абсолютно. Я никому это не… Особенно, что касается официальных отношений, я никому это не советую, вот так с понталывал. Если вы понимаете, что вы делаете, то у вас, кстати, какой-то шанс появляется. Можно отдаленно такую аналогию провести, совершенно случайно с танго не сталкивалась? Сталкивалась. Аргентинским. Не танцевала, но интересует тема, понимаю, да. Там просто, как в любом освоении какой-то сложной темы, там есть такая, сначала есть фаза, где вас говорят, вы должны строго выполнять определенные правила. Например, про баланс, допустим, у вас всегда баланс на одной ноге, синхронный. Интересно, так. Деркально. И вас, там, первые три месяца вас будут прям вот жестко. Всегда. Если у одного там, а еще у другого там обязательно. То есть, либо справа, либо слева. У обоих строго. Все. Никак иначе. Когда вы спрашиваете, а можно или нельзя, вот вы учитесь только так делать. Через три месяца вам говорят, теперь мы вам покажем новый трюк. Чтобы его сделать, вам нужно отойти от этого правила. Вам нужно вот тут сделать лишний шаг, чтобы она не заметила, там, и вы меняете, и там, у нее четные ноги, у вас нечетные. То есть, дальше вас учат, как контролируемо нарушать правила. То есть, да, есть порядок. Но из этого порядка можно, если вы знаете, что вы делаете, вы можете от него отходить. Вы должны понимать, что вы делаете. Не просто то, что вы споткнулись, а потому что музыка такая, и вам, у вас пришла мысль. Наверное, что-то в таком же духе. Так что, я думаю, что, как общее правило, наверное, да, я думаю, что это сейчас слишком риск... Нет, а что далеко ходить? Мы, опять же, берем официальную статистику. Не зря люди говорят, как бы, я не помню, кто первый это придумал. Может, кстати, это даже была моя первая метафора. Я сравнил современный брак с игру в рулетку, с револьвером, в котором заряжен не один патрон, а пять из шести. По вероятности. То есть, вы круете рулетку... Американская рулетка называется, да? Русская, это когда один патрон, а американская, когда все заряжены. Без удовольствия. У нас же тоже все играют в неё. Хотя в Америке, по-моему, чуть-чуть меньше сейчас разводы. Вот я в фильмах так видела. Они близко. Все больше половины, точно, абсолютно. Там уж от штата к штату меняется, там демократические, там северные и южные. У нас тоже, извините, у нас разные разводы, там, в Чеменской области и в Чеченской республике. Тоже разные. Но в среднем, мы все знаем, в Москве, там, по-моему, выше 75%. Это означает, что с вероятностью три четверти вы пролетите, в общем, как минимум три четверти. А если брать не один год, а, допустим, 10 лет, то там, вероятности, уже, там, за 95% вылетают. Так что тот, кто прожил, например, 10 лет вместе, и у кого все еще, там, как-то все еще более-менее нормально, кто, там, любит и хочет дальше находиться вместе, я даже не говорю про брак, там. Ну, это должны быть особенные люди, в общем, которые что-то особенное делают. А как ты думаешь, откуда возникают ошибки? Откуда у нас возникают ошибки в отношениях? Ну, если коротко ответить на вопрос, никто не учит. Я недавно, у нас там была серия интервью с Светланой Коршуной, психолог в интернете, вот, она не побоялась, мы с ней поговорили про Мактау. Я ей пересказал такую аналогию, что вас, ну, я как со мужской стороны говорю, что вас там 18 лет тренируют, как дельфина в бассейне. Вам говорят, что там, значит, сейчас вы плаваете в неком, вот, там, учебном небольшом бассейне, потом вас выпустят в море, но вас учат, что делать, там, ловить рыбу, прыгать в кольца, делать сальто, там, балансировать мечом на роструме и так далее. Потом случаются ваши первые, ну, отношения, наверное, нет, брак, и вы оказываетесь, что у вас, на самом деле, у вас дельфины этого сбрасывают в середине пустыни Сахара, там, со 100 метров, и бросили. И дальше, как бы, уже дельфину надо делать, а что дальше он будет делать? Нет никакой концепции, как бы, нет никакой концепции. Наш семейный кодекс, он лишен, как бы, вот, именно сверхцели никакой нет. Нет сверхцели, это значит, что, как и с образованием, вот, неупостно, наверное, я недавно переводил, без сверхцели места, школа становится не местом обучения, а местом заключения. Тоже так же и брак абсолютно, он становится местом заключения. Так что, это, как бы сказать, фантик, фантик, то есть, фантик остался, конфетки нет. Конфетки нет, ну, как минимум с 1917 года, с декабря. А что конкретно ты имеешь в виду? Декрет о гражданском браке и о разводе. То есть, свободный развод, свободный раздел детей, брак, расторжимый без объяснения причин. Это то, что в американской теме называется no-fold divorce. Дикси Антон Форсайдс, там, в одном из интервью, в нашей одной из частей, она, как раз, рассказ, как это в Америке было. Это у них было очень поздно. У них это аж Рейган вывел. И очень жалел потом об этом. И по сей день тогда? Да. А когда это было? Рейган, когда был Рейган? Рейган же с тем, с Горбачевым встречался, да? Что-то очень начали в 80-е годы. Это очень поздно. До этого нужно было иметь некие, ну, основные причины для развода. То, что сейчас существует, по-американски называется no-fold. То есть, не нужно никакой доказанной причины. Человек просто подает заявление и просто разводится. В скобках. В России, пока жена беременна и пока ребёнку нет одного года, без её согласия мужчина с ней развестись не может. Женщина с ним развестись может. Это просто данность нашего закона. Слушай, а у тебя есть информация, как раньше-то браки строились до 1917 года? В чём силой была, брат? Это во многом, честно говоря, во многом догадки. Откуда нам, в общем-то, знать? Моя прабабушка, я её застал и хорошо помню. Она умерла, когда я был в классе в четвёртом. Она родилась в 1899 году, в декабре. Замуж она вышла, по-моему, уже после революции. И как-то, ну, я тогда слишком маленький был, чтобы у неё спросить, как там всё было устроено. Я, ну, в отличие от многих, то люди говорят, там, я там, дворяне, то есть, что-то потеряли. Нет, мои, там, сколько я могу последить, все предки, все крестьяне. А это означает, как я понимаю, на пальцах, что все они были крепостными. А у крепостных, по сути, нет понятия брака вообще. То есть, у них брак такой, брак в кавычках. Олег Новоселов про это очень любит говорить, в общем. У рабов нет настоящего брака. Потому что брак, в изначальном римском смысле, браки собственником всего является глава семейства, паттер-фамилия. Если вы не собственник, даже собственным детям, а крепостной крестьянин не собственник собственным детям, это означает, что дети не его. А это означает, что, по сути, у него нет семьи, нет фамилии, в строгом смысле этого слова. То есть, крепостная, грубо говоря, не мог дать фамилию своему потомству? Нет, я имею в виду слово фамилия. Фамилия – это семья. Фамилия – это семья по латыни. У нас у всех в паспорте есть слово фамилия. Ни у кого из нас фамилии нет. Ни у кого вообще. В России точно ни у кого. Нет. Возможно, есть, например, у кого-нибудь, типа Рамзана Кадырова. Может быть, есть. У нас точно ни у кого нет. Так что я к тому, что как они жили? Они жили, те, кто был несвободными людьми, они жили примерно, как мы сейчас. То есть, у них нет выбора просто. Кто хотел, сбегал. Там были всякие, чернуха была там, снохачество и прочее. И подложное отцовство, наверняка, тоже было. Все в целом. Я думаю, что это очень константная вещь. Мне кажется, да, это столетиями может быть. Просто традиционное общество с религией, оно какую-то структуру всю на этом придавало. Типа есть некое понятие, что хорошо, что плохо. Есть понятие греха там, рай, ада и так далее. То есть, чему-то, чему можно стремиться. А там уже, в общем, сам человек. Так что, честно говоря, толком не знаю. Я так скажу, вот я там, когда я начал копать эту тему, да, то я стал интересоваться, как, собственно, жили, какие были отношения, допустим, там, про папу с мамой и лучше с нами. Там, про дедушку с бабушкой уже хуже, но я мог и кое-что спросил. Про бабушку тоже кое-что спросил. И вижу, что паттерн, судя по всему, повторялся все время. То есть, по крайней мере, весь советский период, а это было вот с 1917 года, скорее всего, все было одинаково. Более или менее. То есть, на самом деле, при всех там внешних, даже при том, что в СССР был развод, не такие уж большие были. Но, по сути, геноцентризм, в общем-то, был, если посмотреть на семейный кодекс, на старый. И я, как бы, строго отношусь к слову матриархат. Мне кажется, что есть два ключевых пункта, по которым можно отнести общество к матриархату. Матрилинейность и матрилокальность. Если посмотреть на советские законы, то локальность была, что дети были локально привязаны к матерям, и в случае разводов, и по факту просто. Когда мы смотрим, допустим, махровый советский фильм типа «Экипажа», там очень хороший эпизод. Он у нас на голосовании тоже есть. Рано или поздно мы его тоже будем разбирать на киноклубе. Там, естественно, есть сцена отчуждения. Явное отчуждение совершенно. Еще этот фильм снят до того, как, наверное, Гартнер свою первую статью написал. Тем не менее, он уже у нас был, и даже по этому же фильме сняли. То есть, я так заключаю, что я все равно знал о таких вещах. Они были, знали, знаем, умеем, практикуем. Теперь для этого есть название. Теперь мы знаем, что это называется PAS. Parental Alienation Syndrome. Это было, в общем, всегда. Просто про это странным образом, про это никто никогда как-то вот групповым образом не говорил. И я вот согласен с мнением Ролл Томасо, что во многом вообще вся моносфера, как мы сейчас ее знаем, она вся, благодаря, появилась только благодаря интернетам, форумам. Если бы не нашлось эти вот странных людей, там, помеси, инцелов, жененавистников, разведенных, там, с элементами, обманутых отцов, там, у кого дети подложные, и пикаперов, которые начали как-то всю тему, вот какой-то корпус, там, информацию прорабатывать, то ничего бы не было. Но все, что мы имеем сейчас, там, да, и там, Фаррелл тоже, я думаю, что во многом мы этим обязаны. То есть, странным образом, мы бы обязаны этому интернету. Ну да, оффлайн это было бы сложнее вообще распространять, и столетия, наверное, это бы ушло, чтобы вообще концепцию прижить. Да, нет, даже в том числе, что даже сейчас в наше время, что мы говорим, почему я, собственно, вот в виде тени присутствую на экране, да, ну, я так выбрал, но многие так делают. В 21 веке, 2000, там, 21 год отметили, для мужчины считается как бы не очень по понятиям говорить вообще на эти темы, даже думать про это. Что, ты думаешь, что там о психологии, да еще о чувствах. Сколько мне написали там, когда я там делал интервью про лошадей? Сколько мне там все написали? Ну, разве так можно себя вести? Ты же мужик, то есть, ну, а что говорить тогда? Потом, когда у ребенка, ну, это я, ладно, там, про лошадей, а когда ребенка отнимают, да, что? Когда люди понимают, что им запрещено говорить вслух, про терапевта, они не знают, там, нет денег, ничего-то, да, многие из них, что называется, ложатся из комнадула, а что ты еще будешь делать? Ну, для меня диколайка. Ничего нет. Так что, честно, не помню уже, какой был начальный вопрос. Мы оттолкнулись, как оно было все тогда. Я думаю, что было примерно так же хреново. Поэтому я именно за реформацию, именно в смысле, что мужчины и женщины должны все-таки выйти на некий новый гуманистический уровень. Семьи, отношения, воспитание, детей, там, и так далее. Я так, ну, про это отдельно можно длинный акт сделать, я бы так на скидку сказал, что я скорее сторонник того, что, наверное, вот брак в его нынешнем, как он в Семейном кодексе записан, я бы его, скорее всего, отменил вообще. То есть, я просто убрал бы его из Семейного кодекса. То есть, скорее всего, не было бы такого понятия, как Семейный кодекс, наверное, даже. Почему? Я бы не стал эту область регулировать законом внешним. Я бы сказал, что, раз уж вы свободные люди, свободные, если вы действительно свободные, вы как бы в состоянии сами с собой распоряжаться, вы там имеете право голосовать, водите машину, вам можно, можно, вы вменяемые, вменяемые, имеют право написать завещание. Значит, вы можете договориться о том, как жить вместе, как, кто моет посуду и как воспитывать детей. Хотя принадлежность детей, там, другой сложный вопрос. Потому что, с другой стороны, чего, например, наши предки не могли сделать, я бы сейчас сказал, я сторонник, что это нужно сделать. Я считаю, что в наше время ребенок должен записываться на родителя, только когда есть подтвержденный тест ДНК, и никак иначе. И матери, и отцов, чтобы, во-первых, избежать подмены в роддоме случайно, во-вторых, чтобы каждый отец железно знал, что если уж он обладает обязанностями, то это не что-то там случайно произошло. Это большая область отдельная, поэтому... Ну, в фильме это тоже затрагивается, да. Все страны, которые уже впереди нас, вот лет на 30, благодаря Фарроу, и там, Пол Уиллому, и Карен Строган, и всем остальным, они, в общем, подходят к тому, что у них так или иначе, либо де-факто, либо де-юре, они вводят совместную опеку. То есть, когда у вас заканчивается брак, все уже более-менее знают, ну, и как все, все в определенных регионах, знают, что ребенок будет жить примерно по-руму, и, например, как в Скандинавии, вот, это другой фильм, стоит посмотреть, называется «Корпорация и развод», я его тоже переводил, там у них, как бы, модель алиментов очень особенная, они гарантируют только абсолютный минимум, то есть, грубо говоря, платить обязан по закону, там, родители в другом роде делают, ну, типа, что-то в районе 100 долларов, все остальное вы должны договориться с собой. Я считаю, что это для эгалитарного подхода, а я скорее исполнил за эгалитарный подход, по данным этапом. Более сознательный подход. Да, да, должна быть сознательность, должно быть воспитание, должно быть, человека нужно воспитывать в этой области, начиная с детского сада, он должен видеть вокруг себя, как все это работает. Сначала видеть, как он, как зритель, и как мама с папой, потом мы должны объяснить это системно, в школе, на специальном уроке. Не так, как у нас сейчас семиеведение, я слежу за тем, как у нас там материалы ознакомительные, да, экспериментальный курс в семиеведении, там такое гонят, что... Интересно, что вообще такой курс появился. Ну, как, он экспериментальный в некоторых регионах есть. Ну, в общем, это не то, это ничего не даст. Это опять они тренируют вот этих самых дельфинов, которых потом выкинут в песок. То есть, я считаю, что людей просто вводят в заблуждение. Наверное, намеренно, в общем. То есть, им рассказывают то, чего нет. А о том, что... А в важнейших вещах принципиальных молчат. Например, могли бы рассказать, допустим, что там, что... Если у белой пары рождается черный ребенок, то отец все равно не сможет с ней развести в течение года. Вот. В фильме тоже про это говорилось, о том, что... А там были такие, как... поедательницы меда? Медоеды. Медоеды, да. Это животное такое. Они назвали себя в честь такого... Типа на росомаху похож такое животное. Вот. И эти женщины говорили про такую штуку, что в современном мире мужчине нужно знать, какие действия может делать женщина. Нужно быть просвещенным этому. для того, чтобы понимать вообще, как, опять-таки, выстраивать и выбирать отношения и договоренности. И второй вариант, что должен знать мужчина про... Ой, что женщина должна знать про мужчину. Вот я сейчас опущу. Не помню. Ну, там прям тезисно. Ну, про слабости, как бы, что и мужчина должен знать про свои слабые места. Да, то есть говорить. Да, и женщина должна знать про это. Они не правы говорить, да. Правда, они это говорят в каком контексте? В контексте того, что если мы считаем, что закон, грубо говоря, остается как есть. Это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса, что все-таки давайте все-таки что-нибудь поменяем. Я одновременно выступаю за оба. Я считаю, что в долгосрочной перспективе обязательно я в этом абсолютно поддерживаю всех, кто хоть какие-нибудь реформы предлагает, если они хоть чуть-чуть продвигают нас в сторону там какого-то выравнивания, я за. Все равно кто там. Православный МД есть такой православный МД между прочим. Отдельное направление. Если они продвигают что-то свое, но оно в сторону выравнивания, я за. Если там агалитарщики продвигают что-нибудь в сторону выравнивания, я тоже за. Но я тоже время понимаю, что ничего из этого не будет, скорее всего, там, ближайшие, скажем, 20-30 лет. То есть, наверное, даже моему сыну не встретит в этом жить. Поэтому бороться за это надо, информировать надо, говорить надо, там, дискутировать там очно-заочно там с Ривеном, и Довтян, и прочими надо. Но жить сейчас нам надо как бы все-таки своим осознанием, своим волом. Согласна. И еще хотела бы задать тебе вопрос, связанный с результатами. Вот такое большое, крупное направление, я бы сказала, международное. Вот. Какие оно имеет результаты сейчас? В направлении чего? Не понял. В направлении вот именно поддержки мужчин, или вот какие-то были изменены законы, или какие-то пройденные этапы, важные, которые могут действительно повлиять на социум, как результат. Да, но это очень в разных странах по-разному, очень по-разному. Я писал интервью совместно, и у меня книжка дома лежит одного из главных реформаторов Канады. Керри Линде, адвокат по правам отцов. Он один из главных продвигателей был их закона. Закон, они его двигали лет что-то 25. Так его и не приняли. Но в Канаде, в отличие от нас, прецедентное право, англосаксонское, поэтому они смогли в итоге через свои усилия, в том числе с усилием товарища Гарднера, он с ним лично был знаком, и Гарднер приезжал в Канаду и вел дела, и они там как раз... Единственная запись в интернете, которая есть Гарднера, ее организует, и там сам присутствует Керри Линда, молодой. То есть никакой другой записи нету. И, к счастью, говорит он моим голосом. Я очень горжусь этим. Единственная запись Ричарда Гарднера по-русски говорит моим голосом. Какая-то качество звука страшная, но тем не менее. Они добились, в общем-то, де-факто, как он говорит, у них де-факто почти shared custody. Default shared custody. То есть она не вошла в закон, они все еще борются, и в Канаде хватает своих других, у них тоже очень фиговая ситуация по домашнему насилию. Не в смысле, что много женщин бьют, и они не про это говорят, а про то, что человека можно вот таким движением можно его очень уничтожить, и ничего за это и потом даже при абсолютно доказанном ложном обвинении ничего за это не будет человеку. Вообще ничего. Повышенная ломкость психики. Ничего. Ну, последний, кто сильно по этой теме пролетел, Джонни Депп, собственно. Вот мы сегодня смотрели там фильм с его участием. Его обвинили в домашнем насилии, потом всплыла запись, что на самом деле он был жертвой домашнего насилия, а дальше ему начались санкции, то есть его там отовсюду опять тоже там повыгоняли из фильмов, из проектов, из всего. Потом всплыла запись, что это был не он, а на него, но никуда его обратно не вернули. Как и Кевин и Спейси тоже. Он поныне ходит там под своими этими. Ни одного доказанного дела нет, из всех фильмов повыкинут, из Голливуде все, крест, наверное, теперь навсегда. И вот такая ситуация. Даже для мирового уровня человека. Вот. В США очень разные ситуации по разным штатам, там они очень сильно различаются. Там такое есть, ну, это надо подникать в каждый штат отдельно. Там есть где-то, где сильно приняли уже, там, да, есть почти тоже закон, а где-то и близко нет ничего. В Европе разные модели тоже, там во Франции своя, там в Скандинавии своя, в Германии своя. Я бы так сформулировал, что в целом они добились, вот Уоррен Фаррелса товарища, Уоррен Фаррелс все-таки я считаю это такое ядро такое, которое, они сделали проблему видимой. Они как бы дали ей название, да, как ты согласна, в бойцовском клубе говорили, it was on the tip of everyone's tongue, Tyler and I just gave it a name. Они дали этому имя, дали термины, ввели очень многое. Многие ругаются, например, что у мужского движения, там, на русском языке, в том числе, что у них, типа, ругательный словарь, есть характерный словарь, там, РСП, олень, там, ну, куколт и так далее. Куколт, это, кстати, английское слово просто пишется по-русски. Им пришлось это сделать, потому что, если ты хочешь оперировать этими понятиями, тебе нужно вводить термин. Если этого термина, как бы, нет, то ты ничего, и не сможешь его, как бы, описать и мыслить им. Поэтому, дали термин, терминологию, ввели некий, появилась, как бы, так сказать, база, база знаний, что ли, так сказать, если он с IT, база знаний. Например, когда человек задает вопрос, там, а вот у меня такая ситуация, я познакомился, там, с такой-то женщиной, там, не знаю, допустим, там, у нее, там, ребенок, у нее, там, вот такая-то фотка, и вот это написано в профиле. Если это вывести, как в качестве вопроса, то, там, 10 человек сразу напишут мгновенно, что с вероятностью 90% будет то-то, 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 даже со временами, типа, что через год будет вот это, через два года вот это, через три года вот это. Ну, и с очень маленькой вероятностью у вас что-то такое может получиться, но это, типа, с такой же вероятностью можно выйти с балкона, там, и приземлиться, ну, без синяков. Можно, да, бывает, вот, но это не значит, что надо прыгать. То есть, они подняли, это как бы голоса, они стали голосами, они стали структурой, стволом, на котором теперь вот эти все ветки растут. Все классно. Наверное, стоит, так, в двух словах, для тех, кто вообще вот не в теме совсем, я так понимаю, что у нас, кто-то у нас сейчас слушает за кадром, тоже не в теме, а слово совсем. Наверное, стоит поназывать просто имена. Не потому, что я их там сильно, например, поддерживаю, со всем согласен, я ни с кем полностью не согласен. Таких людей еще не встречал ни разу. Даже с Уороном Фаррлом. Тем не менее, я слушаю, ну, наверное, почти всех, кто что-то связанное говорит, и что-то от него стараюсь какую-нибудь конструктивную часть уловить. Наверное, один из самых известных людей в русскоязычной монастфере это Олег Новоселов, автор книги «Учебник для мужчин». Книге есть множество претензий, к Новоселову есть множество претензий. Я сам, у меня есть к нему свои там вопросы и претензии. Тем не менее, он такой наш местный Уоррен Фаррелл. Потому что его книга была одна из там, ну, сначала бы, протокопов, трактат о любви, как ее понимает, законченная зануда, по-моему, так называется. Как бы, это уже вторая итерация была Новоселова. Сейчас, из-за известных деятелей там, из традиционного направления Бирюков, Бризгин, Новоселов, из серединного направления это вот эггалитарное мужское движение, я сказал, там, Сарвачев, Дягилев, Нестеров. При всем том, что к каждому из них можно придумать там список претензий, тем не менее, это как бы, те кто реальные люди, у них там подписка измеряется там сотнями тысяч. Йоганн Себастьян, наверное, очень заметная личность, вот это такой творческий псевдоним, он такой, у него религиозный, особенный в своем направлении, он такой один, тем не менее, нелепопытный человек, вот я там и смотрю его, и на него реакции делал когда-то, в общем, он многое мне тоже, в общем, я от него тоже что-то свое там почерпнул и продолжаю почерпывать. Кто у нас еще? Ну, как бы, пикаперы не моя тема, я давно этим уже не интересуюсь, там была короткая тема, какие-то ранние книжки были, Бурхаев, Бурхаев, сейчас он другим направлением занимается, но он очень был, я даже, кстати, был на одном сеансе у Бурхаеву наличным, однажды, на платном. Что там еще можно назвать? Ну, слово Мактау и его русский перевод Мисп, можно загуглить, правда, не любой, конечно, так себя называет, он им является, на самом деле, но, тем не менее, это некий такой флаг, который я тоже его держал до прошлого года, он как бы хорошо позволил ориентироваться, сейчас думаю, кого еще из имен назвать из, тоже не моя сфера, но известные личности, Максометр, Бизлайф, кто еще, Баданаев, по-моему, там, кто-то из них называет себя мужским движением, кто-то не называет мужским движением, кто-то какое-то время называл, потом перестал себя называть, ну, там, я тоже себя, до, там, в ноября называл себя Мактау, теперь не называют, теперь я Айр, вот, пока один в своем роде, вот, What kind of a night are you? One of a kind. Ну, наверное, так вот, навскидку все назвал, в общем, и такая книжка появляется, я стараюсь, ну, либо читать ее, покупать, либо хотя бы знать, что там, про что, благодаря YouTube, все люди выходят, все рассказывают, там, допустим, у меня до сих пор нет книжки Бирюкова там последней, но он про нее достаточно рассказал, что я, в общем, в принципе, представляю себе содержание. Вот, это, типа, наши такие, вот, местные, Ричарды Куперы, Рола Томасы, и Уоррена Фаррелла. Ну, вот, какие есть, других нету пока. А какая книга вообще больше всего тебя впечатлила? Есть такая, которая прям рекомендовала бы, может, прочитать мужчину или женщину? Конкретно, тут трудно советовать, потому что пока, наверное, если говорить про мужское движение, как философию в целом, постановку проблемы, то лучше Фаррелла, наверное, я пока ничего не читал, но Фаррелл не переведен на русский язык. Его основополагающая книжка упоминается в фильме, называется она «Мифа в Мэйл Павауэр», «Мифа власти мужчин». Очень неплохая парная книга, которая близко вышла, «Why men are the way they are?» «Почему мужчины такие, какие они есть?» И еще мне очень помогало, в том числе, потому что там есть тема «Пас раскрывается», работа послеразводная, называется «Father and Child Reunion». Отцы и дети объединяются там снова. Ни одна из них на русском языке не выходила, поэтому я бы сказал, да, их нужно прочитать, но вам придется читать их на английском языке. На русском, чтобы войти вот так в тему МД, даже не знаю. Просто сейчас любую книгу, которую я назову, скорее всего, она будет, то есть она не даст вам, как бы сказать, она даст какой-то сектор. То есть вам придется несколько книг взять, чтобы из них в целом какое-то составить мнение. Наверное, нужно прочитать, просто хотя бы ознакомить содержание книги «Новоселова», потому что без этого вообще говорить ни о чем. Там терминология вводится. Можно себе не соглашаться сколько угодно, там спорить с этими рангами, там с ранги, примотивность, там есть ли у людей такое понятие, как эталоги или нет такого понятия, как эталоги, есть ли у людей инстинкт или нет инстинкта, даже по этому изучается. Приходит какой-нибудь один человек с высшим образованием профессора и говорит «У людей нет инстинктов». Я сказал и объясняет почему там со ссылкой на источники. Приходит другой человек, который тоже является профессором, тоже в биологии говорит «Еще как есть» и перечитай какие. Такой, такой, такой. Я не биолог, поэтому я как бы слушаю обоих так и соизмеряю с реальностью, что я вижу. Но если это как бы отражает реальность, даёт мне какой-то инструмент, что-то я могу до этого для себя почерпнуть, значит, я это кладу в багаж. Да, мыслительный процесс запущен, и выбирайте просто то, что именно подходит. Наверное, из эмоциональных, она просто книжка, это совсем, не совсем про мужское движение, наверное, самая эмоциональная книга, это, конечно, книжка Алика Болдуина. Того самого Алика Болдуина. Называется она, называется она A Promise to Ourselves, A Journey Through Thrivehood and Divorce. Обещание себе, путешествие сюда, собственное развод. Там, собственно, он вводит, то есть вся история, документальная история его битвы за дочь с King Bessinger. Это пипец какой-то. А я, главное, в это время, когда её купил, она почему-то мне попала в списки рекомендованных, потому что я, наверное, Гарднером интересовался. И, конечно, когда я читал, она у меня прям резонировала. А в этот момент я именно был в этой острой фазе, и он там её описывает, и это, конечно, было как колокол. Такой бум-бум-бум-бум. И она прям вот, ну её прям иногда настолько больно, что прям её швыряешь её в угол. Берёшь и продолжаешь читать дальше. Ну, потому что там документальная вещь. Но это узкая сфера именно вот ребёнок, который после развода пропадает, не берёт трубку, там, относится к себе, как будто он твой начальник. Я тоже проходил. Там целый комплекс объявлений. Всё то, что Гарднер описал, он же это не постановил, а синдром. 8 симптомов наблюдаются, таких, как правило, более или менее. Наверное, вот из-за таких, кто меня эмоционально повлиялось сильнее всего, наверное, она. Я думаю, что Олег Болдин. И мне очень жаль, что её нет на русском языке. Она многим помогла. И нет ни одной книжки на данный момент. Я знаю, что вот сообщество, которое... Я нашёл буквально двух или трёх человек, которые на русском языке работают с детьми, с этими, и работают экспертами в судах в России. У меня было интервью совместное, там, пара записей была с Агатой Шапошниковой, у неё своё там агентство консультации, там, экспертиза. И потом в общественной палате, когда было мероприятие, как раз где был Брезгин Новосёлов и Бирюков, я там познакомился со Станиславом Клюевым, который, оказалось, состоит целую в рабочей группе, то есть есть группа психологов, которые вот эту тему развивают, и они вроде как сейчас готовят какую-то книжку к переводу. Должна быть уже где-то в финале, вот сейчас. Если она выйдет, это будет первая книга на русском языке. Вот, мы с ним одну запись сделали, вторая там, у нас сейчас из-за Нового года и там праздник подложился, вот, но очень скоро выйдет. У меня, наверное, самый большой плейлист на русском языке по теме ПАС в Рунете. У меня есть отдельный плейлист, называется «ПАС. Синдром отчуждения родителей». Там вот всё, что я смог найти, всё туда добавил пока. И большая часть сделана так или иначе. Ты поделишься? А? А он в общем доступе? Конечно. У меня подход такой, я бесплатно получил, бесплатно отдал. Гарнера нет уже в живых, к Тану, к сожалению. Мне, там, я спросил разрешение, можно перевести? Можно. Всё, это теперь часть вселенной. Тоже является частью вселенной. Я, наверное, похвастаюсь, потому что это тоже часть, как бы, моего, в том числе, почему я там, да, в виде тени выступаю. Я, кроме ютубовского канала, завёл теневой ресурс, он живёт в сети Тор. По нему несколько сложнее ходить, чем на Ютуб. Надо, там, узнать, что такое Тор-броузер, надо знать, там, адрес. Вот, но там можно абсолютно начихать на всю цензуру вообще и на всё копирайтное. Поэтому, если там что-то бывает, ну, как бы, что я считаю, людям стоит знать. Но у меня нет резона никакого искать авторов, договориться, потому что, ну, посмотрят его в итоге. Я знаю, что если я, там, сел, перевёл его за полдня, посмотрят этот фильм, ну, человек 200. Я думаю, не умрут они от того, что они, там, посмотрят на русском языке этот период. Потому что иначе, было бы, никто здесь вообще не увидел. Я, как переводчик-любитель, да, я выступаю таким зеркалом, которое берёт, выборочно что-то отражает. Да, и вот я выступаю таким фильтром. Я иногда сравниваю это с Дюна Читала. Дюна Читала. Нет? Там такие были лица специальные, преподобные матери. Они пили ядовитую жидкость, которую черви изрыгали. Потом они её внутри преобразовывали и изрыгали обратно. И тогда её могли употреблять все, там, в качестве психотропного наркотика. Я частично представляю себя тоже таким вот, квизат с хадырак, который принимает эти вот, там, а потом, то есть, выбирает что-нибудь такое проглотить, потом пережёвывает, выплёвывает, и это употребляет, ну, те, кто по-другому не могут. Мне понравился опыт общения с тобой, да, спасибо за эти изменения, которые просто сейчас прогрессируют. Я предлагаю, да, это было интересно, надо зафиксировать. Мы сейчас говорим о самых свежих впечатлениях, да? Да, самые свежие. Я, собственно, львиную долю говорил я, в общем-то, да, может, даже зря. Я, наверное, так, дополнение и комментарии эти были к фильму, да? Да, и не только. Но эффект сейчас свежий, краткий, да, это, то есть, это самое-самое свежее. Мне интересно будет, что будет через какое-то время, там, через три месяца, полгода, год, как это потом уляжется, какие ещё материалы лягут на это. Я пришлю обязательно ссылки, что можно добавить к этому потом, если уж тема интересна. Я готова буду поделиться. И интересно было, пусть даже заочно, хотя бы реакция, там, как люди разные среагировали, потому что... Хорошо. Когда делишься с людьми, даже с мужчинами, не все вокруг меня знают, чем я занимаюсь, там, да, то есть, я не всем говорю, кто я, что я. Мужчины по-разному реагируют на то, что они... То есть, у кого-то включается резкое отрицание, нет, это полная чушь вообще, вы всё несёте, там, мужчина, сила. Потому что срезонировало, видимо. Ну, отрицание. Ну что, что-нибудь добавим или на этом поставим пока точку с запятой? Давай точку с запятой. Хорошо. Благодарю за беседу. Я рад, что такая возможность появилась. Спасибо всем, кто это организовал, и технически, и логистически. Потому что я не ожидал оказаться в Кёнигсберге на этот новый год. Это было очень спонтанно, и получилось всё круто. И если образовалось, так получилось, что теперь от этого пойдёт такая волна кругами, то есть, я как бы капнул в Кёнигсберг, и от него пойдут круги такие местные, местного пошива. Я думаю, пойдут. Это интересно. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Ну что, кат! КОМОЛИТЕЛЬНЫЙ! Е-е-е-е! КОМОЛИТЕЛЬНЫЙ! 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 КОМОЛИТЕЛЬНЫЙ!